Всем привет, друзья! С вами Виталий Бутс на Умерси-Радио. Прежде чем начать, хочу сказать, что если у вас возникнет желание поддержать выход этих роликов копеечкой, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании этого ролика. К сожалению, сегодня таких нет. И для разнообразия сегодняшний выпуск будет не столько новостным, сколько развлекательным. Начнём. Трек группы Sleep Note прозвучал в исполнении группы Фрукты на вечернем Ургенте в эфире Первого канала. Здесь я только могу в очередной раз респектнуть ребятам за то, что не боятся делать такие эксперименты. За историю этой программы они переиграли в ней очень много всякого прикольного, что на первый взгляд сложно было бы представить в эфире главного федерального со всеми его цензурами. А теперь давайте я включу музыкальный фрагмент, вы попробуете угадать, кто это, или напишите, на что это похоже по звучанию. Вот сейчас нажмите паузу и напишите в комментарии, что вам это напоминает. У какой группы мог бы быть такой или похожий проигрыш? Давайте, я подожду. Ну что, написали? Теперь правильный ответ. Это поп-исполнительница Елена Темникова. А кто бы мог подумать? В одном из недавних выпусков мы рассуждали о судьбе летних рок-фестивалей в этом году, а еще о том, как, когда и в каком виде рок-концерты начнут возвращаться в нашу жизнь. Я говорил о том, что, скорее всего, первое время они будут на маленькое количество людей, в масках, в перчатках и с соблюдением дистанции между людьми перед сценой. И вот такое видео с антивирусной вечеринкой в Словакии попалось мне на глаза. Вы готовы пойти на концерт любимой группы в таком формате, пока окончательно не закончился вирус? На мой взгляд, лучше так, чем совсем без концертов. А еще о продолжении темы. Костюм для посещения концертов, массовых мероприятий во время пандемии изобрела американская компания Production Club. Новинка похожа на скафандр, закрывающий верхнюю часть тела от пояса, руки и голову и оснащены отверстиями для входа и выхода воздуха. Сменными фильтрами, системой для пользования мобильной связью и даже герметично закрывающимися отверстиями для питья напитков и курения. Ну и, видимо, чтобы было повеселее, еще украшены разноцветными светодиодными полосками. По идее создателей, изобретение, когда оно поступит в продажу, смогут приобрести организаторы концертов, и сдавать в аренду посетителям, после чего и дезинфицировать для следующих мероприятий. Интересно, сколько оно будет стоить и как это повлияет на стоимость билетов. Ну, либо еще как вариант, можно прикатывать на концерты вот в таком шаре. Это отлично подойдет для краудсерфинга. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо тем, кто копеечкой поддерживает выход новых эпизодов. Всем желаю здоровья и пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.